Библейский портал экзегет.ру представляет Мы продолжаем с вами изучение книги «Исход» в рамках проекта библейского портала экзегет.ру. И с вами сегодня вновь Солодков Андрей Иванович, специалист в области православного богословия, преподаватель Российского православного университета Сретенской и Переверинской духовных семинарий. Итак, мы читаем с вами далее вторую главу. Некто, сказанный из племени Левина, пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала, родила сына и, видя, что он красив, скрывала его три месяца. Почему здесь говорится именно о том, что необходимо было скрывать ребенка? Дело в том, что если вы слушали первую главу, то было повеление фараона, народ израильский находится в египетском рабстве. И фараон решил ужесточить работу народа израильского. И, видя, что это не помогает, издал другой указ, чтобы уничтожать детей. И мы с вами говорили, что до такой степени человеческое сердце ожесточается в своем злобстве, что часто бывает для такого сердца покаяние, к сожалению, закрыто. Поэтому это нам с вами предупреждение для того, чтобы мы не упражнялись во зле, не упражнялись в делах беззакония, чтобы не случилось так с нами, чтобы благодать Христова в какой-то момент отступит и не наступит состояние покаяния. Когда мы говорим о покаянии, то всегда надо помнить, что покаяние — это не просто что-то там нагрешил, пошалил или сделал не так. Покаяние — это состояние перемены ума и перемены мировоззрения. Поэтому этого может когда-то не произойти. Вера и покаяние — это все, что дается нам по благодати. Снова предупреждаем друг друга, чтобы нам не сгостенеть во зле, подражая фараону, который уничтожает жизнь этих младенцев в Египте. Не будем упражняться во зле. И так сказано, что люди даже прятали тогда своих детей, чтобы они не были умерщвлены. Но далее мы читаем. «Но не могши долей скрывать его, взяла корзинку из тростника, и смолила ее асфальтом и смолой, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки». Мы видим, что здесь мать... Да, интересно, что имена даже сначала не называются, потом они будут названы, имена родителей Моисея. Сейчас они не называются, потому что настолько боялись, и Моисей, как писатель книги «Исход», он показывает, что настолько боялись, что уничтожат их детей, что даже скрывали имена своих семей, когда люди становились мужем и женой. Итак, она делает корзинку, осмолила ее и пустила по водам для того, чтобы Моисей мог спастись, младенец трехмесячный, а сестра его стала вдали наблюдать за ним, что будет. И вышла дочь фараона на реку мыться, и прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла, увидела младенца, и вот дитя плачет, и сжалилась над ним, и сказала «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараоновой, «Не сходите ли мне и не призвать ли кормилицу из евреянок, чтобы они вскормили тебе младенца?» Дочь фараона сказала ей «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонов сказала ей «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. Видим такие удивительные события, которые здесь происходят. И снова-снова вспоминаются слова апостола Павла, что любящим Бога все содействует ко благу. Мы иногда думаем, что в нашей жизни все происходит так вот, по нашему именно принципу и так, как мы думаем. Но в Священном Писании сказано, Господь говорит «Мои мысли не ваши мысли, и мои пути не ваши пути». Иногда мы думаем, что вот эти люди, они совсем как-то недостойны, или от других мы думаем, что они достойны, но Бог снова и снова нам повторяет «Мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути». Видим, как чудно Господь проводит Моисея через такое еще будучи совсем младенцем, через такое горнило испытаний, и нам невольно вспоминается жизнь Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы помним, что еще до своего рождения Господь Иисус Христос был выгнан, еще находясь в очреве Пресвятой Богородицы, честнейший Херувим Славом Шебесровне и Серафим, был изгнан из страны, когда была перепись населения, и уже будучи в очреве матери, он претерпел какие-то страдания. Но будучи рожденным в яслях для скота, тоже претерпевает многие, как бы сейчас сказали нашим человеческим языком, неудобства и своего рождения, и своего пребывания. Снова и снова напомню, что Ветхий Завет — это детоводитель ко Христу. Все образы, которые были в Ветхом Завете, они во всей полноте отразились в Новом Завете Священного Писания на Господе и Спасителе нашему Иисусе Христе. И мы видим, что здесь тоже, подобно как Христос был положен в яслях, так и Моисей был спасен в этой корзинке. Здесь есть и прообраз Ноева Ковчега. Но и удивительные события, которые описываются уже в 7-8 стихе, что нужна была кормилица. Дочь фараона увидела, насколько красив этот младенец. Она поняла, что он из евреянок. И не только поняла, ветхозаветные люди обрезывались, как прообраз Нового Заветного Крещения, но не только поняла по этому признаку, потому что сказано, что у египтян тоже был такой обычай. Они в некой степени подражали, если можно так выразиться, тому Древнему Завету, о котором они слышали и даже знали. Тем не менее, она увидела его и узнала, что это именно из детей израильских, потому что поняла, что таким образом его хотели спасти. И вот она призывает, промыслом Божьим призывает, и здесь матерью его становится та же самая его мать, родная мать Моисея, которая его вскармливает и еще за это получает некую плату. То есть, снова повторю, что любящим Бога все содействует ко благу. Некоторые спрашивают, а почему она не призвала, она же была дочь фараона, и почему она не призвала из египетских каких-то служанок, не было что ли, кормящих, но дело в том, что люди Египта, египтяне с презрением относились к народу израильскому. И как сказано, если вспомнить книгу Бытия, когда Иосиф встретил своих братьев, они даже за стол вместе не садились, потому что считалось, что есть с израильтянами это мерзость и осквернение для египтян, язычников. Поэтому она призывает, чтобы она его не уничтожила, потому что, может, кормилицы это, и, как называют нас в народе, приспать младенца, да, и задушить. Поэтому дочь фараона поступает мудро, она все это знает и призывает именно из евреянок. Что мы можем здесь еще извлечь для себя и для нашей жизни из этого события? Дело в том, что, снова надо сказать эти слова, что Бог говорит, мои мысли не ваши мысли. Бог своим промыслом все устраивает и заботится о людях, которых Он избирает для своего служения. В Священном Писании мы много можем встретить мест об особом избранничестве людей, которых Бог ставит на особое служение. Но надо сказать, что Бог и нас избрал, и призвал в свой чудный свет, и мы с вами сегодня называемся христианами. Но избранничество – это никогда не наша заслуга. Если Бог нас избрал, Он лишь только нас позвал, а мы откликнулись. В этом наши заслуги как таковой никакой нет. В Священном Писании Ветхого Завета Бог избирает своих пророков. Некоторых Он избирает от утробы матери. Например, пророк Еремия был избран от утробы матери. Об этом так и говорится в его книге, что Господь его знал еще тогда, когда он не родился, и предызбрал его как пророка. Вот если у вас есть Священное Писание, вы можете вместе со мной открыть, это книга пророка Еремии, да, с первого стиха. Слова Еремии, Селы, Хилкайны, священников Анафофе и Извениаминовой, которым было слово Господне. Да, и было слово ко мне, четвертый стих, и пятый стих. Прежде, нежели я образовал тебя во очреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя пророком для народов, поставил тебя. Мы видим, что пророк Еремии был избран, Моисей таким чудным образом спасен для своего народа. Также мы знаем, что не обязательно отчего матери избираются пророки, например, пророк Самуил, он был призван Богом, когда уже родился. А если взять Новый Завет, мы с вами знаем, что апостолы были призваны самим Иисусом Христом на служение. Ведь в Священном Писании, в книге, например, в Евангелии от Иоанна, 2 глава, сказано о том, что многие уверовали в Иисуса Христа, видя чудеса Его, но Христос не вверял себя им. А в Евангелии от Марка, например, в 3 главе, мы находим такие слова, что Он вверил себя, избрал для себя тех, кого Сам хотел. То есть избранничество на это служение, оно всегда находится в промысле Божьем. Так и здесь. Казалось бы, такие обстоятельства, убийства, вот нужно спасать, нет какого-то другого способа, но Бог все это делает по какому-то неведомому нам своему промыслу. И снова-снова повторю слова апостола Павла. Любящим Бога все содействует ко благу. Мои мысли не ваши мысли, и мои пути не ваши пути. И далее мы читаем с вами 10 стих. «И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла ему имя Моисея, потому что, говорила она, я из воды вынула его». Да, Моисей, это имя так и переводится, взятый из воды. Мол, взятый, если из воды. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилев, и увидел тяжкие работы их. И увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда, видя, что нет никого, он убил египтянина из крыла в песке. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся. И сказал он обижающему, «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал, «Кто поставил тебя начальником или судьей над нами? Не думаешь ли ты убить и меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал, «Верно узнали обо мне, верно узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле, и хотел убить Моисея, «Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодеза». Мы видим такие события, которые здесь разворачиваются, что Моисей уже вырос, он был приведен к дочери фараона. И когда он видел, как угнетается его народ, то уже тогда у Моисея была ревность о спасении своего народа. Он понимал, что он знал, кто он, потому что мы понимаем, кто его воспитывал. Его, в общем-то, воспитывала его родная мать, несмотря на то, что он воспитывался, как об этом пишет апостол Павел в послании к евреям, в шатрах нечестия. Апостол Павел так и говорит, что Моисей пожелал лучше страдать с народом своим, нежели пребывать в шатрах нечестия. Вот как об этом событии пишет святитель Василий Великий. Цитата. «Возненавидеть гордость тирании, и, вернувшись к уничиженному состоянию единоплеменников, Моисей предпочел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение» послание к евреям, 11.25. «Получив от самой природы любовь к правде». И далее продолжает. «Будучи изгнан облагодетельствами и с радостью оставил египетские мятежи, он удалился в Эфиопию, и там, на совершенной свободе от других занятий, продолжение церловых 40 лет упражнялся в умозрении о существующем». Конец статы. То есть о Боге. Действительно, мы увидим так эти события, вот он убегает оттуда. Но для нас немаловажным еще и остается вопрос, почему Моисей убежал? Что он испугался, или это был какой-то странный страх, он был трусом, что ли? Но на самом деле это не совсем так. И по этому поводу, свидетель Анатолуц пишет следующее цитата. «И бегство его было делом веры. А почему же он не оставался, чтобы не подвергать себя очевидной опасности?» И для нас это очень хороший совет. Между прочим, если мы вспомним жизнь Господа и Спасителя Иисуса Христа, когда его хотели побить камнями, сказано, он удалился и так, что его никто не заметил, как он прошел между ними. Моисей, как прообраз всех этих событий, о нем сказано так. И вот цитата Анатолуста, которую мы завершим до конца. «И бегство его было делом веры. А почему же он не оставался, чтобы не подвергать себя очевидной опасности? Бросаться с головой в опасности и говорить, посмотрю, сохранит ли меня Бог, было бы свойственно искушающему Бога. Так и дьявол говорит Христу, и здесь он вспоминает три, свидетель Анатолуста вспоминает три искушения Господа в пустыне. «Если ты сын Божий, бросься вниз». Ивангелет Матфея 4,6. «Видишь, что это дьявольское дело подвергать себя опасностям, тщетно и напрасно испытывать, сохранит ли нас Бог». Тогда у нас возникает и другой вопрос. А что же тогда мученики-исповедники российские? Или вообще мученики-исповедники церкви? Они не убегали и не боялись? Да, в Священном Писании сказано так. У отцов церкви есть такое правило в учении отцов церкви. «Если удостоился пострадать за Христа, не бегай от креста, а сам специально не ищи креста». То есть вот здесь Моисей проявляет мудрость. Он понимает, что Бог его ставит совсем на другое служение, чтобы не только спасти себя и не только предать свою жизнь на мучения, а спасти еще и народ. Он понимает свое предназначение. Поэтому он сохраняет свою жизнь, как сказано у Василия Великого, на 40 лет. 40 лет он будет готовиться к тому, чтобы вывести народ израильский из пустыни, из египетского рабства. Возникает здесь также и другой вопрос. Мы же знаем с вами заповедь, которую сам Моисей получит на горе Синай, которое так и будет в ней провозглашено «Не убей». Но здесь Моисей убивает. Что Моисей убийца, и Бог его спасает, и Бог благоволит к убийцам. Вопрос очень важный. Обратимся за ответом к свидетелю Авросиму Диаланскому. Вот что он пишет. Цитата. «В самом деле, Моисей убил египтянина и бежал из земли египетской, чтобы избежать преследований правителя той земли». И далее продолжает. «Но не раньше он убил этого человека, египтянина, чем истребил в самом себя египтянина духовной пагубы и отказался от блеска царских почестей». Так пишет, конец цитаты. То есть, свидетель Авросим Диаланский здесь говорит, что он прежде убил в себе любовь к египетскому благополучию и удовольствию. И как пишет снова, повторю, апостол Павел, «Моисей пожелал лучше страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Но, тем не менее, убийство. Ведь сказано, не убей, а Христос говорит, кто подставит, кто, если тебя ударит в правую щеку, подставь левую. О чем здесь речь? Если мы будем читать историю народа израильского, то мы увидим, там сплошные войны, убийства. Как же так? Нет ли здесь противоречий? Противоречий здесь, на самом деле, нет. Дело в том, что заповедь «не убей» относится к тому, если человек убивает из-за корыстных целей, чтобы завладеть чужим богатством, чтобы завладеть властью. Но если убийство происходит в военных действиях, если убийство происходит, когда человек защищает кого-то, то эта заповедь не вменяется ему во грех. Священным есть у святителя Филарета Дроздова такие слова. Он говорит, «Личного врага люби, врага Отечества бей, врага Церкви ненавидь». О чем здесь речь? Дело в том, что надо внимательно читать Священное Писание, надо делать внимательный экзогетический анарис, когда Христос говорит о том, что если тебя ударят в правую щеку, подставь другую. Есть ли тебя? Имеется в виду, прости личную обиду. Личного врага Филарет Дроздов говорит, «люби». Если тебя лично обидели, оскорбили, если ты стяжал столько смирения, прости своему врагу и обидчику. Но когда касается дела защиты Родины, защиты родной матери, мы не имеем подставлять право щеку своей матери и своей Родины, своих родных и близких, и своей Церкви. Далее сказано о том, что Моисею становился у колодца, и там выходят дочери одного из его родственников. И Моисею понравилось жить у человека, да, Мадиамского. И дочь его звали Сепфора, она родила сына, и Моисей нарек ему имя Герсам. Но прежде чем эти события произойдут, здесь еще сказано о том, что эти дочери царя Мадиамского, священника Мадиамского, привели к водам своих овец. Но Моисей и здесь проявил мужество. Смотрите, сказано, и пришли пастухи, и отгоняли этих женщин с овцами. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. То есть, мы видим, что и убийство, и защита, убийство этого египтянина, и защита своих единоверцев, Моисеем, она сделана им не из-за корыстных целей, не из-за того, чтобы чем-то завладеть, а для того, чтобы защитить и встать, ну так, если уже сказать, на защиту своих единоверцев и своих людей, которые пребывали в тот момент в этом египетском рабстве. Окончание второй главы. Мы с вами видим, что здесь говорится, что Моисей убежал, он женится на Сепфоре, у него рождается сын. И в 23 стихе второй главе пишется следующее. «Спустя долгое время умер царь египетский, и стинали сына Израилева от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Господу, и услышал Бог стинание их, и вспомнил Бог завет свой Савраам Исааком Иаковым, и увидел Бог сынов Израилев, и презрел их Бог». Снова и снова повторю, что Бог не то, чтобы когда-то забывает, это такие афоризмы, для того, чтобы нам было понятно. Такие некие антропоморфизмы, которые содержатся в книге Священного Писания, что у Бога есть руки, у Бога есть ноги, это все делается для более удобного понимания божественного сверхъестественного откровения для нас. Поэтому Бог, конечно, всегда помнил, но Бог ждал, когда народ израильский наконец вознесет к Нему молитву. Мы иногда в нашей жизни тоже думаем, что Бог нас не слышит, когда мы Его просим, или Он не знает. Бог все слышит, и Бог все знает. Бог отвечает на те молитвы и на наши просьбы нам тогда, когда Он видит, что это будет лучше для дела нашего спасения. А пока нам это не совсем полезно, многие наши просьбы, Он нас охраняет от тех не совсем от тех просьб, которые не совсем будут полезны в данное для нас время. Но здесь народ израильский уже в своих скорбях дошел до такого состояния, что раньше мы с вами не читали, чтобы он молился Богу или приносил Ему жертвы, а здесь сказано, что он возопил Господу, потому что то рабство и то уничтожение, которое предпринял фараон по отношению к народу израильскому, оно было действительно изуверским и мучительным для них. Есть такая история, которую я слышал, когда был на горе Афон. Кроме горе Афон в Греции есть еще и такой монастырь, как Метеоры. Если кто-то из вас слышал, в этом монастыре в древние времена подвязался основатель монашества, там недалеко Олимпийская гора, основатель монашества Антоний Великий. Там я услышал одну историю, которую мне рассказали о том, что это огромный скал, отвесный, где находится монастырь Метеоры. И в древние времена, когда люди, когда Балканы в общем-то на 500 лет были завоеваны турками Османской империи, как и в Ветхом Завете мы видим, что здесь 430 лет народ израильский пребывает в египетском рабстве, достаточно серьезный срок. И вот там они спасались для того, чтобы как-то сохранить веру Бога Отца и Сына, с Итого Духа. И часто бывало так, что они даже на корзинах туда поднимали какие-то сухари, чтобы можно было как-то там жить, молиться, поститься. Но сейчас там уже такого устроения нет, но тем не менее все это осталось. И вот однажды мне рассказали одну историю, что приехали туда два американца. И там осталась вот эта большая корзина, на которой была лебедка, и они не захотели. Там есть тропа сейчас, по которой можно подняться, но они не захотели туда подниматься и спросили, а можно на этой лебедке прокатиться. В общем-то монахи всегда с такой иронией, но тем не менее с добротой людей, желающих, всегда поднимали по этому канату. Высота достаточно там такая приличная. И вот два этих человека, как они определили, они сказали, что они из Соединенных Штатов, они сели в эту корзину, им было лень идти, нация немного такая ленивая. И когда их поднимали, то вдруг один из них увидел, что подняли на высоту, это примерно высота десятиэтажного дома, что канат не совсем свежий. И когда он это вдруг увидел, то крикнул наверху этим монахам, которые тащили их на лебедки, эй, вы там наверху, да, как давно вы меняли этот канат, он может и лопнуть. И тогда он услышал такой ответ, как часто меняете. Он ему ответил, когда порвется, тогда и меняем. Вот в народе израильском нечто порвалось в их духовной жизни. И как мы видим, что они говорят, подняли уже вопль Господу от работы, и тогда Господь их услышал. Когда мы молимся Богу, снова-снова повторяю, Бог нас слышит всегда. Спасибо.